Эту котельную построили в 50-х годах прошлого века, но вместо того, чтобы полноценно отапливать военный городок, станица Кущевская, она приносит только убытки. Оборудование впору выставлять в музее. За отопительный сезон потери больше трех миллионов рублей. Это в дополнение к тому, что Кущевский район до сих пор не готов к отопительному сезону. Люди переживают, что в эту зиму тоже будут мерзнуть. В одних тепло, в других. Люди мерзнут. То есть проблема тепла существует в зимний период. Очень большая. Сейчас мы приняли решение, чтобы два котла дополнительно приобрести за счет средств края. Я думаю, что мы успеем их установить к зимнему сезону, поэтому дай бог эту зиму уже мерзнуть не придется. Около 12 миллионов рублей необходимо в том числе и на замену систем отопления в сельском доме культуры. Вместе с установкой новых окон и кровли. Капитальный ремонт здесь начнется в ближайшее время. Сфера ЖКХ вообще одна из самых проблемных в районе. Только электросети, изношенные на 90%. Решать сложности зачастую дается только за счет строительства новых объектов, а не ремонта старых. Как пример, где и с теплом, и с электричеством вопросов нет, но в офисе врача общей практики, который становится серьезной альтернативой старым зданиям поликлиник. Мы где-то отказываемся от амбулаторий, но принципиальная точка зрения их не отменять, и пока это моя точка зрения, и не ликвидировать. Но вот наступает новая века, это врачи общей практики, по вашему счету, где вы сегодня и находитесь. Ну, знаете, что я увидел? Это более качественно, более красиво, более современно. И хочу сказать, что многие амбулатории, которые сегодня существуют в районах, могут позавидовать. Как пример того, что нужно не только завидовать, но и действовать, Виктор Невзоров, владелец личного подсобного хозяйства, когда-то задался целью выращивать виноград там, где этого обычно не делают. Теперь в северной зоне Кубани, рассказывает фермер главе региона, получается собирать тонну винограда с пяти соток. А значит, у виноградарства в крае появился дополнительный потенциал. Будьте здоровы, любите богато. Но без переработки любой фермер в сельском хозяйстве, по сути, работает впустую. Поэтому необходимо запускать как можно больше предприятий, выпускающих готовую продукцию, говорит Вениамин Кондратьев на одном из таких заводов. Здесь производят не только бренд известных во всей России семечек, но и запустили линию по выпуску варенья и соков. Сделали модернизацию предприятия, коллеги. И по экономической логике нужно было сократить количество работающих. Но они не только сократили, они увеличили. То есть вот социальная нагрузка и социальная ответственность, она принципиальна. Порой экономикой не считается. Она считается ответственностью, личной ответственностью за вот ту малую родину, в которой люди живут. И работают, принципиально важно. Поэтому таких, конечно, она поддерживает. Агрохолдинги и небольшие личные хозяйства должны, наконец, превратиться из заклятых конкурентов, пытающих урвать друг у друга долю рынка, в единый механизм. Личным подсобным хозяйствам необходимо отдавать свободные земли, уверен Вениамин Кондратьев. Тогда и люди на селе будут заняты, и крупные компании смогут получать больше экологически чистой продукции для своей переработки. Крупные агрохолдинги сегодня формируют собственную политику. Но формируют, поверьте, совсем не в сторону населения. Они используют собственную экономику. Конечно, собственная экономика. Что нам делать с населением, которое сегодня живет в районе? Значит, как я уже говорил, создание рабочих мест в личных подсобных хозяйствах и ИП. То, что мы видели сегодня, нужна мотивация по линии федерального краевого бюджета. Наше дело решить вопросы земельных. Вы землю им дайте. Кто хочет заниматься личным подсобным хозяйством и фермерством, вот дайте им землю. Дайте им возможность. С программами мы решим. С вопросом про свободную землю, как оказалось, Вениамин Кондратьев попал в самую точку. Больше всего кущевские крестьяне жалуются на то, что не могут получить площади под развитие хозяйств. В районе продолжается передел земель между фермерами и крупными компаниями. Что такое пащик? Он что, где-то учился? Какому-то праву обучался? Да нет, конечно, он обычный человек. У него руки вон все потресканные от того, что он пашет. За счет того, что они где-то неграмотные, где-то даже не понимают своих прав, вот всякие конкурсные управляющие, знаете, на этом спекулировать не могут. И просто попросту их просто вводить в заблуждение или по-простому обманывать. Возьмите ситуацию под свой личный контроль. Хотят заниматься сельским хозяйством? Люди пусть занимаются. Я убежден, ленивых в населении нет. Собственные подворья могут стать отличной площадкой и для развития животноводства в районе, заметил Вениамин Кондратьев. В частности, разведение овец и крупного рогатого скота. О том, что это возможно, говорит историческая статистика. В 90-м году в районе держали больше 20 тысяч коров. В 10 раз больше, чем сейчас. Александр Иванченко, Мария Николаева, Денис Перец, Алексей Комаров, Игорь Хошобин, Кубань-24, Кущевский район.